Глина – это сложный и капризный материал, который оживает в руках мастера. Благодаря фантазии и усидчивости художника-керамиста на свет появляются герои сказок, интересные панно, вазы и коллажи. Областной фестиваль «Живая глина» посвятили творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Керамическое отделение существует в школе практически с самого основания. И с того самого 1994 года оно выросло, окрепло, оно превратилось в отдельный вид работы школы. Сначала фестиваль «Живая глина» имел статус городского. Постепенно о нём стали узнавать мастера Дивеева, Ордатова и даже Нижнего Новгорода. В этом году к фестивалю присоединились керамисты из Костромы. Всего в выставочном зале детской школы искусств номер два представлено более 300 конкурсных работ. Каждый человек может лепить. Другое дело, может быть, он не станет художником, может быть, он не слепит произведения искусства, но то, что у него в душе, он может создать. Это реально. Декоративное панно, мелкое пластика, народные промыслы и сосуды. Всего девять номинаций. Специально для самых юных участников создали номинацию «Лепка» из нетрадиционных материалов. Воспитанники детской художественной школы сделали коллективную работу по поэме Пушкина Руслана Людмила. Героев известного произведения юные художники выполнили из пластилина. Ты можешь создать что-нибудь такое свое, что ты представил себе в голове, ты взял и создал. Тебя не можно никак как раз ограничить в объеме. Тебя может только пластилин закончиться и все. Можно вылепить все, что ты хочешь. Можно это вообразить, как бы воплотить. На открытие областного фестиваля пришли авторы конкурсных работ и любители этого направления искусства. Варя Колосветова учится на отделении художественной керамики и совсем скоро станет полноправным участником фестиваля прикладного творчества. Мне очень нравится лепить из глины. Когда ты берешь глину в руки, ты сразу понимаешь, что это как будто твое творчество, то, что ты хочешь им все время заниматься. Итоги фестиваля подведут 7 декабря. Победители и призеров в каждой номинации и возрастной группе наградят дипломами и подарками. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.